всех приветствую у нас программа цифровой или knep мы говорим сегодня в общем продолжаем серию стримов посвященную тому как попасть в определенную профессию в цифровой среде и вот сегодня мы говорим про то как стать unity разработчиком том числе сша программистом и сегодня у меня в гостях дима стрюк он сейчас себя представит расскажет коротко о себе привет дима всем привет кто нас смотрит я действительно дима и действительно юнити разработчик на себе сказать что я программист делаю всякие мобильные игры которые вы может быть играете в метро только в метро разных жанров работал где-то наверное лет 8 у меня стаж вот именно в индустрии разработки игр собственно все все на что можно вам не рассказать интересно так хорошо ну расскажи расскажи как ты вообще попал в индустрию там прям со школы тебя затянуло с университета и почему ты решил заниматься именно играми как именно к тебе пришло решение что там вот я не буду там делать сайты ботов то есть я хочу делать именно игры этот спонтанно это ты так решил заранее ну вот как как этот путь складывался а слушай ну наверное моему как у меня это сложилось наверное и очень так оригинально как большинство других наверно программистов которые работают им дэви я добру подростком наверно давлен 12 13 14 мне очень нравится само собой компьютерные игры это время преподала где-то на 2003-2004-2002 годы игры были еще немножко квадратными но тем не менее уже и ну понятно я очень сильно любил в них играть мог играть там днями мог играть неделями в какую-то и и но тебе конечно хочется ты вот когда играешь в группу блин а вот мне бы игру которая была бы вот это 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 и прям вот думаешь я бы точно сделал эти гену если бы мог но ты вот очень заходи вообще первый раз кто улдфаги слез улдфага да кто помнит игру казаки казаки почему-то называли им всегда казань именно вот той самой знаменитой компании там был такой редактор карт у меня был диск лицензионные казаки back to work снова война по моему и там был редактор карт я вот как по нему залез увидел что можно делать там свои сценарии картом ландшафтом построением войск и всем всем как твоя мини игра в игре показался нереально круто и вот я начал повыряться там во всех играх и всякие пакеты конструкторы позволяют создать нпс и прочее прочее чтобы немножко поделать свою игру но конечно таких знаний недостаточно для того чтобы сделать что-то более-менее интересное поэтому обычно я видел два пути в тот момент если я хочу листить программировать я наверняка сделаю игру программировать не было самой целью цель сделать какую-то игрушку и вот с этого момента начал учить программирование где-то след 15 ну то же он потом знаешь процессе обучения ты увлекаешься как-то всем этим понимаешь что никакую сейчас не сделаешь один надо подучиться еще немного еще немного еще немного а потом поработать и так и играться стал программистом то есть это семья слеза все слеза человек стал программистом что делать то есть получается ты у тебя путь такой что ты не интересовался изначально как таковым программированием а уже потом вот грубо говоря а на чем же буду зарабатывать деньги грубо я будучи программистом пойду там геймдев а ты как бы изначально хотел попасть геймдев как индустрию вот тебе нравились игры и ты решила рисовать не умею там типа вот тут я не это значит буду программистом знаешь как только гуманитарий становится у тебя по остаточному принципу получается что ты из геймдева как бы вот выбрал эту эту область программирование я не выслал дело в том что тогда тот момент именно категориями типа геймдев компании так далее да я был подростком не было там 13-14 лет и я хотел вот сделать где можно грабить караваны и да это просто был один из способов целью было вот сделать свою программирование было всего лишь способом чтобы это сделать а попал в индустрию я честно говоря так не сильно стремился именно эти работы вообще не думал что буду программистом вот и а каждый случайно просто нашел объявление нужны сша программисты какую-то игровую компанию я подумал что он пока я тут занят вот это своей игрой вот этим всем обязательно сделаю пока да пойду поработаю потому что там универ все такое на на булочке вот и так я попал кажется в одиннадцатом году я так попал компания которая занималась hidden objectами я к тому моменту уже закончил там есть такое место компьютерная академия шаха программировать украине достаточно популярно на тот момент было да и сейчас наверно но тогда она была у всех прямо на смоку потому что не так много было курса вообще научиться не было никаких видео уроков линда фон и все вот это может она существовала но я об этом не знал и да просто вот так случайно фактически я попал компанию одну но и у меня получалось довольно потому что я умел принципе программировать к тому момент так и попал ну а дальше знаешь по нарастающей поработал в одной компании потом могу пойти в другую компанию поработать и так и стал программистом ну давай сейчас такой уточняющий вопрос а потом пройдемся по накопившимся вопросам чате вот так раз хотела уточнить в ходе того что ты как бы считаешь себя человеком с гуманитарным то в том числе видимо до мышление если ты был чистым гуманитарем тебе было тяжело наверно программировать как ты вообще считаешь ну вот эта расположенность программирование это как бы человек в детстве у него формируется это волевое решение это как бы вопрос то что нужно просто год-два изучить определенный навык прокачать это способность к логическому мышлению математическом как ты это видишь по себе и как ты это в других людях ты же сталкивался с образованием ты учил других вот как ты видишь ну вот кто может быть или становится программистом какие навыки за это отвечают слушай но это я бы сказал так что понимаешь человек сложно сказать чтобы вы сложно представить да чтобы кто-то хотел так стать программистом в том плане что чтобы понять что такое программирование за эту специфику чем вообще придется заниматься ну если человек до этого с этим не сталкивался то сложно представить почему у него может идти в голову ну я тебе сразу скажу это сейчас очень популярно вот родители уже настраивать детей знаешь раньше общество настраивало но допустим берем там условно советский союз там где ты должен стать космонавтом военным ну грубо это шла пропаганда определенная но самых востребованных профессий инженером должен стать а потом все по остаточному принципу уже там с гуманитариями прочими а сейчас как бы вот мы берем украину допустим у нас страна как бы у нас с экономикой не очень все хорошо и поэтому есть определенные сферы где люди больше получают определенных где меньше и родители вот они допустим у них появляется ребенок или так я хочу чтобы он получал там хорошую зарплату значит я слышал что программисты хорошо получает и родители вот как я сталкиваюсь с тем что те ученые ряд приводят вот хай он там программистом становится и вот они сейчас идет пропаганда среди родителей что дети становитесь программистом вот таком плане это очевидно сейчас конечно наверно даже больше родителей сейчас профессия вообще эти индустрия набрала обороты и в принципе он даже не обязательно программистом лишь бы попасть войти когда во времена когда я выбирал этот путь там это скорее наоборот не советовать мои родители например не очень ну программирование то такое вот я немного немножко другое понятно что сейчас знаю что эти там достаточно хорошие зарплаты да поэтому родители конечно стараются для детей выбрать образование которое в дальнейшем очень помог само собой я говорю немножко другом вот чтобы человек сам захотел то есть не родители захотели или не ты захотел потому что там больше платят и ты ничего там об этом не знаешь о специфике профессии ты сейчас я пойду и разузнаю то есть такое понятно а вот чтобы человек сам ни с того ни сего принял решение я хочу быть программистом это действительно захотел это наверно маловероятно потому что тут же надо посмотреть а что это вообще такое вот поэтому возвращаясь к вопросу как понять может быть программистом или нет для этого наверно непосредственно нужно окунуться в это немножко начать учить и потом оно становится понятно я вот ну да какое-то время преподавал учетом заведения курсы разработки программного обеспечения как раз и вот для меня всегда был маркер такой чисто технический приходят разные ребята приходили да приходили люди постарше которые сами выбрали для себя и приходили дети которые родители привели они там в принципе не за знаниями пришли а ну сказали они пришли знаешь и они не очень заинтересованы но по-разному даже скажу так у меня вот когда приходят дети там проходят именно на программирование практически 95 процентов но остаются изучать программирование скажем так спустя год 12 процентов они понимают что родители привели что-то изучать очень странное для них неинтересно для большинства не расстраивается ничего страшного всегда можно пойти в администрирование или стать дизайнером если не получилось программирование это конечно шутки вот да ну для меня слушать для меня как для преподавателя был такой маркер я мог понять вот понятно что не сто процентов ну так как просто примета для себя есть такой язык си плюс плюс и вот там когда мы доходили до определенной темы указатели и ссылки очень внутренная тема если ты до этого не сталкивался с программированием этот первый язык то это просто катастрофа и темный лес если человек преодолевал себя программирование очень специфика своеобразная мне кажется для того чтобы вот человек прошел путь и до обучения и в принципе попал в индустрию и там успешно программистом более менее то тут нужно конечно мотивация и заинтересованность и мне кажется в этом случае мотивация денежная достаточно сильная но не основная потому что программирование вообще такая стрессовая штука особенно когда ты только начинаешь когда ты учишься нужно иметь хорошую мотивацию сильно моем случае да мне было интересно я мог сидеть ночами и ковырять какую-то ерунду потому что это было интересно что хотелось чтобы в игре пошел дождь вода была похожа на воду чтобы можно было там ходить это чудо только что ничего не было и вдруг типа на час-второй создал он ландшафт это потрясающе поэтому мне кажется если у человека есть вот такая мотивация будет успех ну в принципе денежная тоже ок почему нет просто специфика очень сильно мне кажется есть такое мнение что не все могут быть программистами я так не думаю я думаю что все зависит от терпения и усидчивость мне мой научный руководитель всегда говорил что программирование от твоего там таланта склонности и всего вот этого зависит один пациент 29 пациентов это вот просто время которое потратишь на работу над собой на обучение и усидчивость ну тут наш такой момент что не все могут быть спортсменами до достигать каких-то высот ну допустим физкультуре но принципе все могут изучать и применять грубо говоря заниматься физкультурой грубо говоря не каждый выдержит я думаю каждый может выучить язык программируя на определенном уровне но не каждый сможет его применять на работе то есть ну просто мозги поплывут даже если ты его выучил ну если ты если у тебя так структура мозга не сформировалась с помощью мотивации обучения что ты просто ежедневно не сможешь там по 8 по 12 часов программировать то есть это еще какая-то нужно соглашусь на но это тоже наверное весьма относительно сильно зависит от специфик не то чтобы программе не то чтобы там ты можешь выучить отдельный программирование успешно данным всю жизнь но если ты захочешь развиваться дальше дело конечно не может ограничиваться одним языком программирования или даже одним стаком технологии если ты чем лучше ты внедряешься в профессию да больше у тебя должно быть и профильных твоих знаний и так хорошо давай перейдем если кратко кто может стать программистом я уверен что все нужно быть готовым потратить на это достаточно времени достаточно так хорошо пробуем вопросы да пробуем вопросы из чата насколько добре треба знать и математику и физику и что самое чтобы проходить все спев беседы по программированию вот такой вопрос прям все ну чтобы пройти я не знаю я не не проходил все прям поэтому сложно сказать на самом деле вопрос о знании математики это программиста обязательно мне обязательно вопрос который часто звучит на самом деле да и он на самом деле дискуссионный я бы сказал так что однозначно широкое определение знать математику но конечно если ты знаком с предметной сферы конечно тебе абсолютно необходимо конечно абсолютно необходимо иметь базовые знания школьные знания скорее скорее наверное имеется ввиду просто мы работаем там с движком unity как для сишар программиста который именно работает с играми там же постоянно работа с физикой вот насколько нужно знать вот эту школьную физику не школьную и уровень математики действительно но смотри тут чем чем дальше мы развивалась до индустрии именно с технической стороны тем конечно больше инструментов и средств тебе предоставляют тебе в том же unity да и в аналогах тебе предоставляют огромное количество всякого софта функций возможностей которые тебе много сделают за тебя тебе не надо низкоуровнево знать формулы ньютонову физику и так далее да тебе у тебя конечно есть инструменты для того чтобы которые за тебя написали другие разработчики чтобы ты использовал сосредоточившись на своей задаче а не на каких-то физических аспектов физики твердого мягкого тела его запариваться во всех современных проектах используемся стандартно nvidia физикс и все 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 но конечно ты должен понимать что происходит то есть ты можешь не знать какие-то конечные формулы должен понимать в общем да что происходит поэтому и быть готовым разбираться если что-то не так вот что главное ты можешь не помнить сейчас конкретные вещи но ты должен понимать что можешь если потребуется ты можешь это гуглить и применять а вот допустим ты пришел как начинающий специалист и тебе будет вот допустим говорят ты должен свой физический там движок написать или достаточно чтобы ты умел пользоваться внутренним движком unity там физическим грубо говоря а уже потом каких-то там более сложных проектах ты там доучишь и тебе на начальном этапе все равно не будет давать задачу грубо говоря свою физику писать или вот как 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 на самом деле я так просто предположил не очень просто что-то между как делегируются задачи ну я вот новичок когда ты приходишь в профессию рубля ты пришел на джуна то есть и тебя ряд ты там идеально знаешь физику ты можешь свой физический движок типа написать взять unity типа вот без rigid body там свою физику короче валить или говорят нет это как бы все равно не будет даваться на начальном этапе такие сложные задачи ну конечно если ты пришел не будут даваться такие задачи я думаю не можно дать на джуну чтобы свести вас ума но на самом деле тут же даже если к тебе джуном пришел кандидат физических наук который замечательно знает физику программирование не дальше он все правильно сделает даже на а во вторых я не думаю что такие задачи цели сообразные потому что если мы работаем уже на софте там все есть в редких достаточно случаях тебе нужно как-то вмешиваться во внутреннюю работу этих систем ну вот если говорить о математике это конечно все зависит от задач если я вот по моему опыту да я какое-то время работал и абсолютно хватает потом стеки технологии на котором мы говорим юнити абсолютно хватает инструментов для того чтобы или те игры которые ты делаешь однажды я столкнулся с тем что мне нужно было в движке не работал одна компания где еще еще до того как unity стал очень популярен у нас был свой движок мы его поддерживали у меня была задача например создать поддержку третьего измерения движок надо было сделать 3d вот и ну я уже говорю что монетарий и это для меня была задача конечно немножко челленджевая но поэтому написано масса книг где это объясняется поэтому есть куча статей есть интернет ну ты садишься и там берешь учебники в том числе о планиметрии тригонометрии начинаешь это все повторять если я учил это в школе если не учил как я то впервые все это видишь и справляешься с этой задачей то есть я бы сказал так важно чтобы ты мысль как программист важно чтобы ты был готов инвестигенте исследовать предметную область и тогда все получится не быть сознанием я бы сказал так ценится программист который готов решать проблемы сам до чтобы ему делегирует он это делает а то если у тебя конкретно сейчас знания в данный момент прям ты помнишь или нет знаешь или нет то это ну отходит все таки на второй немножко хотя конечно я я уверен что там не специфические задачи когда люди работают исключительно там какой-то ну можно же не играми каким-то софтом для медицины для сложных инженерных вычислений к тому конечно о чем мы говорим конечно необходимые просто согласись для того чтобы например сделать там условно что я хочу сказать если чтобы сделать флэпи бёрдс например разработать его на юнике да тебе физику знать не нужно там ну ты там одной функцией от импульс будешь эту птичку подбивать там все настроено и да тебе как бы глубокие знания не нужны вообще ни в чем да скорее вопрос идет что но если мы говорим о том как попасть в профессию для того чтобы попасть профессию глубинных знаний физики там математики не нужно а вот чтобы простоит вопрос но это отдельно уже как расти в профессии вот чтобы развиваться да там чтобы выходить на уровень там лида заниматься какими-то сложными проектами ну там я не знаю то есть есть разные уровни сложности проекта да и вот на каком-то уровне тебе действительно нужно знать что то что тебя не будет требовать на начальном уровне правильно да безусловно и туда же дело понимаешь ты можешь быть допустим вырасти в лида и там занимается выше-выше положение но при этом все равно поставить на конвейер создания и в общем-то в плане техническом внутри программирования да и твои знания в принципе могут оставаться на этом ты можешь развиваться как командир команды поскольку там же не только техник там еще и работе команде о всем что сопровождает процесс разработки и так далее но мне кажется любой человек любой программист специалист до который идет дальше он понимает осознает чем больше он получает знаний тем больше он осознает свою невежественность тем больше человек понимает как много он не знает и тем больше мне кажется он будет стремиться это узнать поэтому тут даже если тебе наверное не нужны профиль например эти знания не входит и служебные обязанности в использовании то я думаю любой эти специалист будут хотеть узнать больше потому что но это весьма стыдно например команды вдруг там решаете какую-то задачу от этом не знаешь уравнение прямой или базовый поэтому ликбез конечно нужно проводить и необходимо даже если от хорошо а вот вообще вообще если нас смотрят люди юных если что программирование это прикладная математика поэтому чем лучше вы знаете математику чем лучше у вас может программированием это прям не обязательно но точно не повредит вообще знания математики никому не повредят читать эффектом вольца да хорошо вот я не читал отлично чем вот такой уточняющий вопрос допустим человек думает но если он идет наоборот от обратной не попасть геймдепа допустим стать программистом и выбрать себе сферу вот грубо ряд какие есть такие плюсы и минусы именно геймдеп индустрия для программиста по сравнению с какими-то другими областями ну вот как ты можешь это сравнить по сравнению с другими областями ты между программированием да да слушай у геймдева я бы сказал плюсы и минусы наверное не совсем по категории а тут есть своя специфика да и насмотрят дети да ну как дети ну такие подростки да я шучу конечно геймдев он интересен чем ну прежде всего что ты работаешь с интерактивными развлечениями ты если для тебя это что-то значит как ты можешь быть абсолютно равнодушен к этой области совсем и не интересоваться играми и так далее вот но если если это тебе интересно то ты попадаешь в сказочный мир где вот за кулисе где делают эти игрушки замечательно и очень интересно на самом деле вот плюс есть своя специфика в том что люди с которыми ты работаешь это тоже люди как правило которые может уже не сейчас но раньше они точно очень любили игры и это да дает вам некий общий интерес плюс ты можешь гонять на работе в какую-то игру и называть это курсами повышения квалификации допустим исследовать игру на предмет найти сколько в них прозрачных текстов такой себе ресерч провести на предмет оптимизации производить но в целом сейчас данный геймдэви царит немножко своя атмосфера то есть в отличие от корпоративного софта какого-то бизнеса по бизнес-решению больших софтварных компаниях как украинский как международный там наверно более четко все выставлено на и корпоративные рельсы до подход к разработке программного обеспечения там достаточно сильно стандартизирован прям в нем это как ремесло прям становится да то есть там есть конечно моменты для твоей творческой реализации но если ты там пишешь что-то банковский софт например да ты там творческая реализация она будет сведена к минимуму или к названию перемен и трону на ревью могут попросить по меня на что-то более геймдэв он ну может это только мой опыт да но большая часть компаний в которых я работал которые тру геймдэв тру я имею ввиду что бывает большая компания софтварная но которая почему-то разрабатывает но это все равно не то компания которая чисто специализируется на разработке игр это как правило там все таки не так все корпоративно есть больше не свободы но больше творчество для самовыражения что она там больше приветствуется в целом области на рубля это область искусства игры да и поэтому там куча всего что завязано на арте на искусстве совершенно другая атмосфера да вообще ну то есть можно по разному наверх играм относиться я все-таки отношусь к этому как понятно что есть некоторые проекты которые это же наверное шашки слоты не очень интересно не по большому счету я считаю конечно цифровое искусство игры и работать на вот сам процесс разработки с точки зрения процесса разработки игры да это во первых напоминает чуть больше такой управляемый хаос опять же по моему ну и сам факт того чтобы делать игровой проект он накладывает определенные определенную атмосферу ну то есть вы сидите на каком-нибудь важном совещании где вы решаете у этой пальмы будут вот такие пусты или она будет смотреть вот ту сторону или там серьезно обсуждаете какой-то шарик какую-то пушку как она стреляет это весело но он с очень серьезными лицами выпадет вероятность как пользователь прокликает это весело это весело плюс ну еще надо понимать что для тех программистов которые выбирают себе область надо понимать что во всех областях есть свои ты вот начал с плюсов и минусов я сказал так я сказал да что есть специфика например есть банка в конспорте специфика на безопасность очень безопасно и цена ошибки цена риска только вот геймдеве ну цена ошибки у кого-то игра вылетит ну такое поэтому бухгалтерии да если ты работаешь программистом бухгалтерии то лучше не работает поэтому поэтому геймдеве как-то с этим в этом плане конечно ты можешь чувствовать себя свободней хорошо вот еще хотел такой вопрос уточнить насколько важно типа знать английский язык на каком уровне и в целом вообще по языкам вот часто ли встречается что общаются допустим украине на украинском языке внутри компании или как бы превалирует там больше русский язык бывает ли такое что вся вся все общение внутри завязано английском языке да если там какой-то международной компании работаешь или там локальный офис на одном языке говорит а при общих совещаниях ты переключаешься как часто это учитывают знание языка при трудоустройстве очень-очень ну это очень важно на английского языка я бы сказал так за последние наверное годы четыре вот пять по моему опыту киби собеседование я не проходил там фактические знания английского языка очень важные это прямо еще до всяких технических проверок да с тобой поговорят как правило говорят на английском в некоторых компаниях даже тебе перезванивает преподаватель английского языка чтобы поговорить с тобой и понять какой у тебя уровень языка конечно тут тоже зависит от позиции на которую ты идешь но как правило сейчас это фактически must have прям вот ты должен на уровне хотя бы того чтобы понять что тебе говорят простые вещи и минимально объясниться ну обязательно если совсем не может то это конечно большой минус то есть английский надо учить в компаниях общаются по-разному если говорить об украинских компаниях то наверное в зависимости от региона но это может быть смешано может быть на русском может быть на украинском по-разному зависим но зависимости до до человек наверное и на английском общаются как правило наши украинские компании они операции или делают какие-то проекты для западных клиентов из разных стран из азианских европейских вот поэтому английский конечно язык интернационального общения в данном случае и даже иногда в командах внутри то есть мы знаем полностью команды точно уверены что они понимают русский да наши коллеги из израиля например да ну короче мы можем сидеть конференции где 200 человек где точно все знают русский но на всякий случай на английском потому что ночью все же его знают поэтому компаниях таких более-менее серьезно это обязательно конечно каких-то проектов которые могут быть как стартапы где коммуникацию или небольшие компании где коммуникацию ведет специальный человек специально обученный английском языку специальный человек вот ну наверно для вы могут и не знать разработчики могут принципе не знать но это маска это прямо очень важно этому надо уделять внимание но не столько верно сколько профильным знания из-за программирования когда она очень много надо потянуть свой уровень хотя бы на хорошо ну теперь перейдем к юнити расскажи почему юнити вообще допустим его роль в украинском геймдеве как часто используется именно этот движок почему допустим у тебя сложилось так что ты именно с юнити работаешь может я была выбор там учить там условно андре лэнджин юнити или почему отказываются от своих движков или наоборот сейчас попадешь компанию и ты не знаешь там будет может свой самописный движок может юнити будет вот какого его вот да то есть какие его преимущества и какая его роль в украинском геймдеве и какое твое личное отношение к нему ну украинском геймдеве давай наверно так сказать да однозначно большая это просто можно понять открыт какие-то агрегаторы вакансий различные сайты ты увидишь ну тысячи я преувеличил конечно но там всегда есть а при сейчас ты наверно можешь увидеть там для анрила в рамках украинской рынка труда ты очень мало их увидишь там одну-две вакансии в компании которую мы все знаем и там вот эта вакансия открыта уже три тысячи лет вот а юнити постоянно обновляется они постоянно нужны поэтому роли сказал бы очень большая я не берусь конечно говорить о рынке трипл эй проект а потому что там есть у нас да некоторые компании игры и вроде как на своих движках но если мы говорим за мобильный за рынок мобильных игр то юнити конечно доминирует очень сильно и это можно понять почему потому что с точки зрения разработки это очень сильно сокращает процесс тебе дают инструмент который для которого пара вхождения достаточно невысок научиться работать юнити достаточно нетрудно труднее хорошо научиться работать еще труднее вообще оптимально уметь с ним работать это совсем сложно но тем не менее порог вхождения достаточно небольшой и возможности у тебя очень легкий выход по форму юнити за тебя делает очень много всего там нет там не без проблем проблем вот но это все-таки нюансы разработки а так юнити да из коробки тебе дает вообще все что тебе нужно для того чтобы делать свою игру пожалуйста только сосредоточься на игре игру в платформа мы тебе это соберем и под айос и под android и на тизы не запустим и в браузере вообще где угодно поэтому конечно с точки зрения наверное бизнеса это отличный инструмент мире он недорогой совсем если говорить о лицензиях и разрабатывать в то время как если представить сколько ты потратишь времени на что-то свое да сначала если делать в сравнении сравнение не идет никакой юнити очень удобно в этом плане плюс это знаешь как снежный ком чем больше востребованность юнити разработчиков тем больше юнити разработчиков тем идет да тем логичнее новой компании когда она думает о каком-то стартапе и в том числе думает о том где взять кадры да логично переходить на юнити точнее использовать юнити потому что вон смотри сколько разработчиков свободно разные-разные квалификации вот поэтому вот мне кажется успех юнити он изначально был за такой невероятно легкой просто платформы потому что были времена когда собрать что-то телефон было в общем-то задачей достаточно нетривиальной только все зарождалось сенсоры пока появились и вот это вот все вот сейчас юнити как бы де-факто стандарт наверное разработки ну а юнити почему допустим более популярный ну допустим у нас именно потому что там легче собирать билд и в целом разрабатывать под android ios или именно из-за того что 2d проекты там легче делать ну там 2d проекты легче делать чем где чем 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 андрей ленджин а ну да анриел определенно больше сейчас у них там есть бутинты по моему я слышал чтобы не только плюс вот но до порог хождения конечно был выше изначально даже позиционирование анриела это все-таки больше да и полы и консоль на десктопных игр до unity это все таки она такое редко увидишь на unity какой-то большой три полы но мобильные все конечно он даже в разум даже его на начальных этапах когда эта конкуренция была и анриел сказал что он тоже может делать мобильные приложения именно скорость разработки растет порог хождения и скорость разработки а вот unity быстрее банально крутит там потому что у него . нет шарком ну что быстрее все всем все делать вот ну и таки плюс плюс это тоже была проблема язык такой язык древних он не в него порог хождения выше нуля юнити да все шар вообще класс а почему тогда вот у нас так мало три пола и проектов на unity почему бы не такой крутой движок почему бы не взять и сделать на нем ну типа кучу проектов и не только у нас вообще принципе вообще много других проблем но тем не менее это в принципе но unity такой вот у него сильная сторона на триплы проекты там есть некоторые проблемы с оптимизацией какие-то игры на юнити например которые я просто у меня профессиональный интерес некоторым играм которые выходят на юнити не плане того что мне нравится сами игры в плане того что они сделаны на юнити давай посмотрю и там какой-нибудь капкет который не так давно выходил это замечательно потрясающе двумерная игра вот прекрасная на юнити да но если делать большой какой-то проект это шутер то у юнити как правило некоторые проблемы с оптимизацией если ты вот скажем так юнити можно использовать для трипл а если тебя очень-очень-очень-очень-очень прямо прямо очень легче на реле просто сделать он там у него и графика покрашен у меня и по дефолту когда ты уже делаешь даже не то чтобы 3d очень много мобильных и 3d игр ну которых просто камера воды ну рубаря там и 3d объекты грубо говоря это такой смешанный 2d 3d мы часто видим да это но это все равно правило мобильные проекты да да и казуальные а если мы говорим о больших клиплеи там там райдеры все вот это да конечно предпочтительный он больше для этого создал у него плюс именно эта сторона юнити решаешь выбрать из этих двух простая блог схемка у тебя мобильная а если это трипл ай для мобилки ну типа знаешь как как вот это в мобильные фортнайт пабджи ну то есть они все по телефон и фортнайт по телефону не степаном реле ну что в данном случае понятно что у них уже написан проект они там оптимизируют но в данном случае если мы делаем трипл ай под мобилку да вот какой-то такой как лол там под мобилку фортнайт и пабджи ну опять все зависит от инженеров с юнити это просто инструменты это достаточно ну по дефолту он закрыт но есть там да если вы серьезная компания делаете там серьезный большой проект типа лейту тут конечно не так разрабатывается что ты скачал юнити или купил какую-то мус подписку и там разрабатываешь да это с компанией юнити технологии можно строить более близкие отношения если у вас серьезный проект можно есть есть да такие планы сотрудничество при которых они тебе и саппорт оказывают если ты видишь узкое место вы можете вместе они тебя помогут найти решение или даже внесут какие-то изменения в принципе можно и даже сорсы получить в исключительных случаях юнити технологии сможет быть исходник то есть поэтому тут все зависит конечно просто сама целесообразных до меньшую проблему создать но это это тоже это зависит все таки от детали проекта да перед тем как выбрать движок если серьезно говорить да это под для этого для этого если начинаем серьезно готовится к разработке конечно нужно изучая специфику проекта в том числе техническую исходя из этого выбирать инструмент может они анрива не может что-то другое вот альтернатива в принципе есть их там а может это будет ламбарья если надо если ты хочешь разрабатывать 10 лет например а другом стартить разрабатывается бери ламбарья его можно точнее бери или году там ну в общем есть выбор 8 лет что-то обновлять движке переходить на другой движок и еще разрабатывать но это я к тому что да все таки если серьезно то техническая экспертиза должна дать ответ что лучше хорошо давай перейдем следующем вопросу вот начинает человек изучать или хочет изучать и вот он цели ну типа ставят себе цель достать типа юнити разработчиком с чего ему лучше начинать изучение си шарпа с изучение юнити может ему там не знаю scratch начать сначала учить чтобы просто понять игровую логику то есть вот как как лучше ну это опять же в идеале конечно как бы я не знаю идеальный какой-то вариант это если человек посидел изучим свои это идеально потом мы рассмотрим там школы университет и курсы а вот если вот знаешь вообще вакууме идеальный вариант вот вообще идеальный вариант классный если ты берешь такой его прямо с нуля напишешь там используя оси плюс плюс и direct x или openg какое-то трехмерное приложение вот если это сделать ты будешь знать вообще все что надо обо всем в принципе если ты поймешь как это сделать это можно уже юнити с шарку потому что есть некоторые ну помимо чисто технических вещей когда-то разрыва специфики разработки и горда есть еще окну то на чем это строится да это немножко там математики немножко планиметрии вообще теория того как работает графический конвейер немножко видеокарта все вот это сопутствующие да неплохо бы знать это как хотя бы строится сцена то есть если ты хочешь начать заниматься играми на хотя бы понять как вот с точки зрения вообще математика что ли да планиметрии все вот это получается какие есть камеры откуда мы смотрим куда мы смотрим почему трехмерный объект становится вот на двумерной плоскости монитора мы видим трехмерный объект за счет чего это происходит то есть такие нюансы которые больше теоретической вот они для понимания потом вообще построение самого процесса создания игры очень важны вы конечно не так уж и обязательно стрей грамотность специалиста да я бы наверное сказал что будет круто если сначала программирование сначала если это сша пьюнити стоит да то сначала какое-то время выделите шарку научиться написать простые приложения потом более сложные приложения вообще может не имеющие отношения к играм этот курс обучения да а потом заходить пьюнити так будет комфортно потому что если сразу мне кажется нужно пьюнити то слишком много непонятно потому что там вон тебе и си шарп и если ты начинаешь учить как бы разбираясь юнити то в принципе ты можешь добиться здесь успеха конечно же но я боюсь что это не может породить человеке немножко неправильный наверно взгляд на само программирование на язык да у него может это ассоциироваться исключительно с юнити и что некоторые конструкции возможности языка это чисто фишка видеть я встречал ребят которые думали что некоторые конструкции сша это вообще штуки чисто юнити вот понятно от этого всего можно потом избавиться посчитать тут зависит наверно от того как быстро тебе надо скачать поезд сколько время него на то чтобы это изучить и там куда-то пойти закрепиться идеальный вариант как мне кажется этот сел выучил чешарку и не только сша в целом удобно обслуживается шар как один из языков этой платформы почитал теорию там какого ним сюда о играх в целом а потом до перешел в юнити работаешь с ним это мне кажется идеальный вариант ну такое ну это если так но расскажи общаясь и шарпи то есть как как о языке то есть вот допустим по моим других движках сша не используется насколько он вообще удачный для разработки игр по сравнению с другими си плюс плюс в основном то используется плюсы я так понял если взять в мире да то есть в других движках да допустим и в самописных движках в анриал энджин аси юнити используется шарп то есть вот какие его преимущества особенности почему допустим юнити выбрали сша что он дает рубаре ну тут надо сделать такую ремарку да о том что на самом деле юнити конечно же используется просто внутри у себя да все плюс плюс это стандарт да если ты хочешь взаимодействовать там напрямую с видеокарты делать все что угодно с графикой конечно тебе нужен тебе нужен плюсы да вот но у плюсови своя специфика достаточно тяжелый язык по сравнению с и шарпом да сша прекрасен он отцы основатели когда увидели что си плюс плюс за много-много лет оброс таким количеством дополнений библиотек макросов слов что уже сами перестали понимать что там происходит и даже отец основатель си плюс плюс брандс гернс про уструб своей книги писал о том что если вы дочитали ее до конца у вас некоторые проблем потому что я программировал на си плюс плюс какое-то время и действительно это кошмар потому что там наслоение и возможности этих плюсов они выросли так что это уже неудобно и страшно вот основатели создали си шарп как си плюс плюс без блэк джеком и управляемой память то есть это более удобный он более понятен человеку самого опаде более понятен сами его лексические конструкции более понятны плюс там еще есть они за мы даемся в технические подробности и да да мы конечно можем грубо говоря вы когда программируете на у вас там для всяких объектов выделяется память вот та самая оперативное приложение ее кушает си шарп за тебя вообще тут нет да за тебя очень много всего почищает он облегчает работу постоянно следить за жизненным циклом твоих объектов нужно конечно но не настолько параноидально плюс плюс там вот что-то упустил и у тебя вытекла вся память у меня как-то вот однажды был memory ли у меня за три секунды столкнуться компьютер вываливался в оперативную память вот поэтому он более удобный чисто для визуального даже понимания для изучения мне кажется он проще и он более дружелюбный программист вот ну и плюсы там за си шарпами стоит целая платформа поэтому есть большая мощь плюс еще сейчас уже раньше это было не совсем так но сейчас на самом деле так как платформа потому что сам язык си шарп интересен тем что он компилируемая интерпретируемый язык то есть когда ты что-то написал на нем он сразу превращается программа превращается нет в байт-код то есть не год понятной машины да сначала название и это меж язык интермедиаи language вот это такой меж язык набор инструкций который может быть интерпретирован на каким угодно интерпретатором лишь бы его написать это дает возможность запускать теперь уже приложение написано на си шарпи на других платформах вот что собственно там был долгий долгая история того как все получилось и эльмона мигель дайкаса и бракадеры и так далее так далее целое перипетия но вот сейчас по факту это даже просто поэтому вот еще ну плюсы тоже просто формированные плюсы вообще божественное вот но си шарпи очень удобный есть у него какие-то минусы чем он неудобный грубо говоря в плане разработки геймдев конечно тоже свои специфики но я бы не выделял это большие такие минус это просто язык значит как спросить там в испанском есть какие-то минусы по сравнению ну есть своя специфика наверное но если главное их знать и уметь с ними работать вот к тому же все языки совершенствуются постоянно выходят новые редакции добавляют новые возможности они не всегда воспринимаются хорошо сообщества но тем не менее языки эволюционер поэтому хорошо что ты порекомендовал бы вот для как как изучать си шарп то есть по каким может быть курсом книгам и тому прочее слушай сейчас есть огромное количество всяких онлайн-платформ для обучений там удэми линдоком и прочее где-то есть хорошие где-то мне нравится меньше где-то я посмотрел курсы там крови на ерунда какая-то но я всегда советовал так что вот понятно что си шарп начиная с момента его появления тут на этот 2000 или 2001 год а релиз был первый он прошел большую стадию эволюции но я все равно считаю классикой для понимания допустим герберта шилда можно взять си шарп там даже не отнесут важно какой редакции на самом деле самый последний или не самый вот но я вот в этом в этом плане наверное консервативен то есть можно взять книжку и почитать для понимания это будет самое а потом уже шлифовать это все массой знаний с разных источников но вот важен мне кажется базис то с чего ты начнешь и лучше чтобы это было что-то действительно качественное тут в принципе я бы советовал герберта шилда старого доброго потом уже когда хочешь идти дальше один у них тоже любимых авторов это эндри троц достаточно просто и понятно пишет это можно когда уже базовые какие-то знания если шарп идти дальше смотреть что там есть но и не пренебрегать не пренебрегать конечно курса есть хорошие я сам иногда скачиваю смотрю там все шарпом как бы язык да очень много всяких возможностей много подкатегорий там тебе и база данных все что угодно об этом все знать невозможно поэтому периодически тоже смотрю лекции так хорошо еще хотел узнать вот допустим насколько важно высшее образование для программиста там я не знаю средняя техническая высшая школа там школа плюс курсы то есть вот в этом плане какие есть плюсы и минусы там высшего образования может имел я думаю ты видел разных до программиста которые приходили с высшим и без высшего образования и тому прочее с технически и на самом деле вопрос можно перефразировать насколько важно высшее образование для человек понятно если мы говорим о высшем образование каком-то математическом радиотехническом физико-математическом не знаю да то это огромное поспорье ты такой программирование прикладная математика да ты знаешь хорошо очень математику это должно быть поспорим хотя надо сказать что я видел программистов которые с математическим образованием но я не знаю может это даже больше мешало потому что знаешь некоторые точки зрения математики некоторые структуры в программировании некоторые выражения смысла бы не имели вопрос потому что символьная система немножко другая или может дело мышления в общем я видел некоторых программистов которым математика вроде как не помогал достаточно слабые программисты хорошо знали математику то есть я мог ходить к ним консультироваться когда мне надо было вращать объект вокруг точки и написать формулу они мне запросто это могли рассказать но вот как-то софтом не заладилось но вообще конечно я думаю это большое подпорье если мы говорим о околопрофильном образовании а в целом насколько образование высшее важно для человека ну я думаю лишним не будет это в любом случае хорошо философское образование философский взгляд на мир на жизнь вообще мышление надо развивать первую очередь безусловно конечно если ваше высшее образование не развивает ваше мышление да обещает вам только диплом скорее всего плюсов но безусловно можно и без высшего образования у меня есть знакомый есть хороший друг который вообще у него нет вышел образование как такого весьма хорош достаточно успешные реализовывать себя специалист ну давай парим вот как вообще попасть в индустрию то есть мы уже пришли к выводу что не обязательно там закончить бусы понятно что многие работают из первых курсов и со школы и без вуза то есть вот какие нужно соблюсти предварительные условия чтобы там условно заполнить заявку и прийти на собеседование если мы говорим о том чтобы прийти не в инди студию да а именно в компанию на позицию но сейчас это наверное легче чем было раньше потому что но у нас достаточно айти индустрия в украине крепкая да то есть много компаний которые украинские но по факту международные большие в которых работает тысяча людей и как правило в таких компаниях есть курсы для тренинг кадровый голод да заставляет компании организовывать внутри себя всякие академии курсы куда ты можешь прийти на позицию тренинг стажера по факту пройти там какие-то три месяца тебе будут учить и если ты показал зарекомендовал себя хорошо у тебя были успехи тебя дальше берут как под джуна куда-то или тоже стажера или джуна в принципе вот поэтому я бы советовал тем кто хочет обратить внимание на такие варианты когда ты можешь просто даже не имея знаний которые позволяют тебе прям самостоятельно написать софт идти в компании то есть не стесняться главное главное ну конечно учиться самому да понятно из всех источников которые возможно чем больше у вас знаний тем конечно большая вероятность того что у вас возьмут на работу и закрепить поэтому самому работать над собой вот но не не ждать вот этого какого-то момента как выучить английский надо учиться и молчать до какого-то уровня развития языка что потом заговорить а прям даже вот корявенько но говорить пытаться общаться с людьми тогда это реально поможет так ты реально быстрее выучишь на практике так и здесь вот не ждать когда у тебя находится этот какой-то критический объем знаний когда ты можешь сказать все я готов сейчас я иду на собеседование потому что все равно если у тебя не было опыта в реальной разработке и все равно очень многих аспектов не знаешь потому что работа это не только техническая работа войти не только некоторые технические знания это еще сейчас современном а подходе к разработке софт это огромное количество около всяких процессов и знаний которые поэтому учимся параллельно смотрим куда можно пойти где есть вакансии на джунов смело идти не боясь того что сейчас посмеемся с тебя и скажешь ты ничего не знаешь у меня в моей практике был случай когда это было несколько лет назад в принципе я там где-то лет восемь наверно занимаюсь программирование да и пару лет назад я сменял работу и разослал на несколько вакансий откликнулся разослал резюме мне пришли несколько ответов с просьбой там в одном выполнить то ли тестово то ли прислать какие-то свои образцы фода в общем я вот так говорил с компаниями со всеми нормально там с пенёрских позиций все такое от одной компании приходит ответ ну это джунт знаешь ну вот не за может я там что-то ну вроде все нормально не знаю почему люди тут еще важно да тот кто это все ревью с какой ноги он стал как миллион кофе и вообще хорошо любимо все в жизни вот или может у него какие-то свои планы на эту позицию поэтому не боятся идти штурмовать все компании даже бывает такое что ты приходишь но человек приходит сейчас нет но им говорят что нужно подучить и прийти там через полгода или через три месяца вот главное не стесняться не сдаваться ходить вакансий очень много очень много разных программ к тому же многие компании вот очень важно знать что изнутри что многие компании они часто заинтересованы в человеке то есть специалисты на долгую перспективу и они видят что вот если ты смышленый если ты с хорошими задатками если конкретно ты не знаешь каких-то вещей в своей предметной области на будущей позиции но ничего тебя научат тебя там возьмут в команду с тобой поработают 50-02 тебе покажут все что надо главное чтобы ты мог с этим справиться поэтому не бойтесь не бойтесь если у вас есть какой-то пробел в плане его ликвидируют вот была у тебя какая-нибудь факап история что-нибудь такое веселое где сделал нехорошее или получилось плохо в итоге какой-то опыт вынес из этого слушай ну да пока масса бывает просто есть разные которые происходят и не все можно рассказать и не все можно было всякие забавные моменты у меня был забавный момент когда я работал над одним проектом это мобильная игрушка была и я в общем делал параллакс эффект если кто-то не знает да это эффект да на пони одного объекта движутся другие таким образом создается более-менее живая картинка у меня там были облачка в приложении и надо было сделать что если человек вот так вот телефончик в руках у него там облачка плавают одно из-за другого вылазит и я очень быстро это ходил а вот этих картинок еще не было светов облачков только частично были там пару своих вот я просто с интернета скачал любую картинку чтобы вставить она чтобы она отличалась была контрастная я взял например почему ты знаешь свинка пепа веселый детский мультик и там вот я пепу прилепила получается тестировал если ты поворачиваешь телефон в определенном направлении за облако влазит это было никак не связано с контекстом игры игра была про караваны эльфов тяжелые времена инквизицию огни костры мечи ратников и вот это все я так сделал и хорошо работает потом я это все заменю и как-то вечерком в этот день ко мне пришел начальник и сказал что нужна версия нужно собрать версию поиграть он не уточнил для чего этому просто ему я собрал версию а позже оказалось что они показали важным людям по моему инвесторам и вот на презентации они значит получают игру там эпичная какая-то музыка мячи все такое они так поворачивают и из-за облачков вылазит свинка пепа такая очень веселая радостная с пятачком я уж не знаю эти серьезные люди они вообще знали кто такая свинка пепа или может для них это просто была свинья но такой был конфуз и как говорили потом они сказали фразу о том что вот видишь мы этим людям даем деньги на разработку они нам сменю но меня не предупредили что это какой-то для серьезных целей какая-то вещь поэтому ну такое такие вот вещи но это надо больше похоже на такой не пока по хорошо скажи есть понятая ситуация когда ты приходишь работать компанию да а есть же существует еще инди разработка когда допустим независимые разработчики понятно вот насколько ты знаком с тем вот рынок инди-разработчиков украине можете и знакомые кто разрабатывать может и сам что-то пробовал делать самостоятельно или в команде бывает ли такое что вот программист работает работает потом скопил денег лет не хочу сделать свою игру или там делал дело свою игру потом бросил приду вот есть опыт работы показал то есть он делал пришел работать же компанию насколько как ты видишь перетекает из одной области в другую или там одни склоняются по степени характера но по типу характера к одной сфере одних другой сфере то есть как происходит распределение выбор но я не очень с рынком инди именно я сказал бы так что тут тоже надо определиться с дефинициями по поводу инди-шатинга по поводу инди-рынка потому что такие инди-проекты ну типа limbo это тоже инди-проект такие инди-проекты и за такие цены иногда продаются всеми что это реально инди потому что стоит оно как ну битридит аааа и это очень если ты имеешь в виду какие-то такие пэд-проекты да свои то ну слушай практически вот у каждого многих моих коллег на каждого многих моих коллег именно программистов есть какие-то там свои домашние проекты которые не видят по плану скорее не знаю с тем или иным успехом там может проверять на них новые технологии для души и я этим занимался какое-то время просто ты пишешь какой-нибудь свой там проектик да для просто для того чтобы изучить какой-то алгоритм с теорией его воплощаешь в этом вот но наверное нужно время на чем сложнее работа тем меньше у тебя времени остается на что-то свое поэтому за рынок инди наверно тебе ничего особо не расскажу сам я там не особо соприкасался я был присоединялся к некоторым командам так сессиона попал на которые ведут разработку по интернет больше команды сейчас мы делаем игру своей мечты мы тут все собрались и в свободное время пилим но без четкой какой-то структурной организации и дисциплины обычно заканчивается либо ничем либо чем-то очень к себе поэтому мне кажется вообще сейчас рынок инди это какой-то те инди которые становятся популярными да уже не идет человек человек в том плане что это независимая разработка без инвестора но краудфайнинг и в общем-то старситизм насколько это инди проект поэтому тот же допустим кинтенком деливернс да там интересная штука что они сначала на краудфайнинг просто собрали деньги и по сути это как инди был проект ну да большая как бы студия у них по моему изначально была немаленькая команда а потом они поняли что им денег не хватает они уже привлекли инвестора студии еще расширилась то есть ну как бы да есть перетекающие состояние когда может быть начале инди потом люди паркорс они вообще особенные сделать игру где полчаса надо бить щитом по железу это вообще своеобразно но это кстати вот когда у тебя нет мне кажется когда вы сами по себе у тебя нет жесткого менеджмента и так далее ты можешь дать волю фантазии может получиться игра только полчаса объешь по доспехам но я больше в Индии все таки как-то для себя внутренне ассоциирую это с какими-то вот такими проектами типа один человек какой-то делай или два или три да но это такая теплая ламповая домашняя разработка своими силами без извлечения средств мне кажется что когда ты краунфайдишь это уже не совсем Индепенденс ну не Инди тебе дали деньги люди просто ты такую модель инвестирования себе выбрал вот но вообще да в этом рынке я конечно не сильно овентируюсь я стараюсь идти туда где не Инди где все вполне себе стабильно и официально вот тут как раз спрашивает вопрос сколько людей работает в твоей команде и заодно к этому вопросу сразу тебе следующий про рост внутренней профессии то есть как как развиваться куда может расти программист и в частности в компании в команде или в компании я работаю достаточно большой компании в которой тысячи людей работают ну конкретно над тем проектом в котором я сейчас работаю я даже не уверен что могу раскрывать информацию много больше сотни назовем это так а насчет того куда расти можно есть разные варианты да то есть как правило когда девелопер программист набирается опыта не только опыта технического но и опыта вообще процесса создания софта да процедур потому что разработку программного обеспечения окружает множество методологии разработки и всяких сопутствующих вещей да в принципе разные есть варианты он может вообще-то идти немножко технической сферы больше уходить в менеджмент как достаточно часто поступают программисты которые там были тех лидами да может быть тим лидами потом они все больше мигрируют область менеджмента да и идут вот дальше по этой стороне им очень помогает то что они были программистами технические знания соответственно некомпетентные специалисты соответственно потом при планировании при работе с программистами это очень важно да менеджеры могут быть разные да но если менеджер владеет предметной областью технической сферой то во первых ты можешь не говорить на одном языке как разработчик да во вторых он понимает все специфики лучше оценивает там риски и то что будет можно развиваться в эту сторону но можно развиваться в чисто техническую сторону да все глубже и глубже становиться advanced более продвинутым или тех лидом чисто по технической части эти ну а дальше там уже как тебе повезет ты можешь расти архитектора какого-то ну отходить смежную область больше в архитектура построения программного обеспечения можешь там куда-то пойти стать техническим директором по технической сфере где-то так ну можно конечно мигрировать что-то смежная но не совсем уже по как-то девопс больше настройка софта взаимодействие настройка взаимодействия смежная сфера в принципе можно и круто измениться обычно большие компании в которых работаешь тем тех которых тысячи людей работают у них прям есть вот некоторые пайплайны некоторые алгоритмы если тебе надоело занимать эту должность ты хочешь чего-то другого и куда ты можешь пойти в одной компании в которой я работал нам представляли что ребята если вы устали от своей работы вас тошнит от конкретно чем вы занимаетесь никуда не идем не уходим в смысле с компанией менеджеру и будем искать вам вариант может пойти и бизнес-аналитики я однажды шутку сказал на кухне в этой компании что все мне это надоело я хочу себе темный костюм вот такие очки тонкий галстук белую рубашку я хочу быть бизнес-аналитиком спорта очень нервным и постоянно рисующим на доске вот мне на полном серьезе сказали что окей мы можем обсудить это у нас есть курсы мы тебя в команду но какое-то время так давай пару вопросов из чата какую книгу стоит прочитать для улучшения качества разработки игра оптимизация понятия работы пока улучшение читаемости кодом может иметь ввиду не только по шарпу а что-то именно именно логике разработки игр по именно по логике разработки игр ну и есть наверное вообще надо читать как можно больше книг вообще всяких вот за редким редким исключением если говорить чисто в моем опыте да я бы всем советовал вообще всем кто хочет заниматься именно технической разработкой игр вместо как книга есть по а точнее андре ломо у него есть две книги посвященные вот разработки у него одна называется кажется разработка трехмерных приложений windows там не об играх но очень полезно а есть прям книга которая называется разработка трехмерных игр это замечательнейшая книга она вот такая там ничего нет ни про unity не проект си шарком все на примерах на си плюс плюс на универсальность этой книги в том что она не привязана технологиями это вообще не о том это вот такой отличный набор знаний начинающему особенно разработчику чтобы знать и не пугаться вещей типа матричных преобразований типа векторной математики потому что если ты гуманитарий как я с юридическим образованием и знаешь что такое реституция субъенции на понятия не имеешь математических вещах это очень крутая книжка вот я я бы если конкретно советовать я бы советовал андре ломо разработку офигенно просто и достаточно легкое понимание и видно что автор сосредоточился именно на том чтобы дать минимум математико-теоретический минимум до людям которые у которых и школьная программа математическая но которые явно не на математике очень настоятельно посоветовал бы тут такой вопрос я предбывается взаимодействие с гейм-дизайнерами можно пару кейсов життя до 7 на прокурор про работу в команде грубо говоря вот от кого получает задачу программист какую там роль занимает проекте грубо говоря он что-то что-то решает или выполняет только то что ему сказали но имеется ввиду вот как идет коммуникация по-разному дело в том что тут зависит от вообще компании обстоят как построен процесс да то есть если это в рамках опять же большой компании то там ну не на всех проектах в принципе есть гейм-дизайнеры иногда достаточно бизнес-аналитика это по сути тот же гейм-дизайнер но просто ну если понятно если вы делаете если это условно-специфика проект назовем это так а если нужно больше анализировать какой-то другой сок создавать нечто похожее чем реально придумывать какие-то новые вот но вообще взаимодействие очень тесная с дизайнером ну тут тоже зависит от того как тебе придают задачи если у тебя там 200 человек работает таким дизайнер не будет общаться с карты будет дайки с ним тоже особо если маленькие команды то можно прям напрямую но на моем опыте там где были небольшие команды то это постановка задачи она обычно формализовалась каких-то технических средств отписаться типа внутренних системах с описаниями с документами и так далее но конечно если тебе хоть что-то вот непонятно по механике есть живой настоящий гейм-дизайнер то лучше пойти с ним поговорить там выйти на перекурс что-то обсудить вот и все станет понятно то есть вообще роль гейм-дизайнера в проекте она конечно огромная режиссер для фильмов по большому счету но все очень зависит от построения процессора разработка много людей гейм-дизайнер вам себе делать придумывать задачи потом делегируют они все задачи декомпозируются разлетаются по всем программистам в деле и конечно если каждый будет дергать программистов программист порвется на час а вот такое уточнение ну вот мы сейчас как раз детьми игру разрабатываем тоже допустим программист в принципе как он настроен он хочет поменьше фичей реализовать правильно и побыстрее сделать этот же есть какие-то терки до в этом моменте могут быть безусловно ну правда суши этот программист меньше печи хочет сделать но если ты имеешь такой момент что вот я сделал больше не хочу ничего делать это сложная фича может мы ее лучше реализуем вот так вот туда конечно бывают такие моменты все люди чуть меньше делать вот если мы так сделаем но конечно тут мнение гейм-дизайнера должно быть определяющим программист должен делать хорошо свою работу но то что в данном случае да гейм-дизайнер это его мнение решающие по сути самой должности мне кажется поэтому ну исходя из моих моего опыта я стараюсь есть задача да как и гейм-дизайнер видит просто это его ответственность я не вношу свои коррективы я могу предложить какие-то какие-то вещи если вижу в них целесообразность если вы может так будет лучше просто обсудить но конечно должно быть как гейм-дизайнер говорит просто потом когда проект завалится если завалится то можно пинать гейм-дизайнер и говорит вот мы тебе говорили ответственный человек а твой код ну лишь бы он работал а то что кривое получилось тут очень сильно хотят узнать только были технический момент как между сценами передавать значение кстати конечно кстати ребята безусловно хорошо можно еще файл сохранить на жестком диске перейти на другой сцене в ней подтянуть файлик и загрузить главное его правильно все я думаю пол игрока разберется так у нас буквально еще пару вопросов осталось запланированных еще может прибудить в чате как какая техника вообще нужно вот допустим там человек задумается так мне нужен там ноутбук с windows с линуксом условно маг то есть мощный комп или послабее то есть на чем удобнее как бы учиться разрабатывать игры потом последующие чем мощнее машина тем конечно общее правило вообще для всего на ней еще и поиграть потом можно но тут же тоже зависит на что ты делаешь что если это какой-то богатый проект 3d ну понятно тебе нужно машина тянет если это очень примитивная ты можешь разрабатывать на старом вообще само по себе самому программное обеспечение который на котором ты больше работать на новом да она требует у него есть определенные требования и к мощности компьютера и к операционной системе на которой она если говорить о том что лучше на маке или там не на маке на венди я предпочитаю я говорю с тобой сейчас с рабочего ноутбука хотя мне хотели дать мак но это потому что я тот нет разработчик самого начала почти мне комфортнее на витус так в принципе для того стека технология который мы говорили а юнити практически одинаково работает и там и там но я заметил не знали на ли на линуксе там некоторые проблемы не не мы говорим операционных они а собери сам я шучу конечно прирую но это вообще-то специфические вещи платформы линукс его дистрибутива так можно назвать чем мощнее тем лучше берите то что есть разрабатывается на том что у вас не там если нужно будет если слабая то как ты видишь вообще будущее индустрии вот game dev в том числе и unity как ты чувствуешь там unity движок наращивать свои обороты или он сдает позиции может быть будет больше переходить там на андрей ленджин или возникнет ну или у unity упрется какие-то свои скажем так потолок да допустим и не будет справляться с современными какие-то тенденциями или наоборот у него все хорошо там может они выпилят потом все шарты перейдут на другое как ты видишь вообще развитие unity в частности там отдельно украинский мдф как ты видишь он растет развивается и с какими нюансами ну и целом по гемдф индустрии твой взгляд то есть вот гендф unity и гендф в украине какие тенденции вот недавно пару месяцев назад может быть натыкался на статью свеженькую не знаю насколько авторитетного но какого-то специалиста она как раз там описывала почему unity в скором времени умрет но таких статей выходит каждый год на протяжении многих многих лет и вот он периодически хоронят то говорят что его скоро убьет анриэл то говорят что наоборот анриэл может убить unity убить анриэл мне кажется что сейчас позиция unity и на украинском рынке не буду говорить за мировой я там не очень знаю на самом деле да смотрю по такому геймдеву нашему и недалекого зарубежки и пока unity все работает со всех устраивает опять же со своими нюансами на это все решаемо и unity достаточно открытая для расширения система плюс я не очень знаю как с этим писать два на реле но его плюс в том что кастомизации в количестве плагинов которые там есть целый маркет ты можешь достать фактически и бесплатно и за очень небольшие деньги очень крутые тунды которые потом во времени вот надо смотреть как unity technologies поступают они просто смотрят на те пакеты и дополнения которые сделали пользователи разработчики которые становятся популярны наблюдают за этим какое-то время и если это становится стандартно то есть все начинают это использовать потому что это удобно они затягивают это в себя и делают это официально как это было с энгуи да который фактически перекочевал там и человек делал тот же который делал будет такое дополнение визуал очки видеть для его это перекочевала такая же система в unity они делают там визуальное скриптование у себя потому что это популярно было они реализуют новые парадигмы и подходы которые тоже становятся популярны в индустрии то есть мне кажется команда достаточно хорошо юнити работает по наблюдению за тем какие тенденции идут внутри сообщества и пытаются их применять достаточно быстро но понятно этот процесс такой тестирования долгие внедрение новых вещей что на самом деле огромное сочетание огромного количества разных компонентов все что угодно есть поэтому этот процесс не сильно быстрый но он идет он идет и большие обновления еще были так вот пятнадцатом году когда у нас вводили вот этот самый углы да то есть это были такие корневые вещи которые сильно меняли и удобства и поэтому я не думаю что я думаю сложно сказать на далекую-далекую перспективу но сейчас я честно говоря я не эксперт тут но я не вижу никаких тенденций к тому чтобы unity с ним стало хуже я думаю будет только лучше я думаю что он по-прежнему будет занимать свою доминирующую нишу на рынке разработки мобильных приложений я думаю с анриелом они там не сильно еще пересекаться будут анриел там выкатил какую-то запредельная детализация играть по которую непонятно где смотреть вот непонятно она настолько реалистичная что ты уже не видишь каких-то изменений настолько там и было реалистично пересчетала реалистичнее это реальный чем в реальном вот поэтому у него с другой наверно аркетик и корсами не пересекутся думаю все будет хорошо смысл эти учить юнити работа с ним как инструментом однозначно есть и даже не только потому что анриел например использовали уже используют для съемок фильмов и сериалов типа мандалор все сделано везде задники сделаны на юнити на анриел энджин что сделано все юнити тоже используется для много всего еще есть чего поразрабатывать поэтому я надеюсь потому что если юнити сейчас исчезнет у меня много вопросов что делать тут хочу сказать спасибо нам за донатил кермет кермет спасибо тебе вот а еще свое такой момент есть же какая-то цикл жизни допустим языков программируя они сначала появляются становятся популярными потом в них начинают загонять ну грубо ли все популярные фичи чтобы их поддержать чтобы они поддерживали там всевозможные устройства грубо ли как это и происходит с языками программируя потом они устаревают да по какой-то из причин появляются новые языки которые более эффективно справляются с новыми задачами и они становятся более популярными а предыдущие языки грубо говоря поддерживают но поддерживает старые проекты они там могут уходить со сцены или сохранять свою популярность может ли быть такое и в движках программирования что условно там юнити в себя выбрал кучу он уже становится слишком тяжелым языком и прочь и движком и проще там какой-то как на годот там придумали до новый движок написали вам более легкие там как вот блендер появился он весит мало облегченный и вот как в противовес тяжелому там 3d max у мая и обогнал их по сути ну или обгоняет по популярности в определенных нишах и стремится к тому что вообще может потеснить их может ли быть такое и с юнити данный я думаю может быть все что угодно тут эти процессы мне кажется они очень зависит от того кто стоит за язвом или за технологии если она актуализируется если она улучшается и постоянно понятно есть какие-то узкопрофильные вещи которые юнити по своему названию юнити единство то есть там все все тебе платформы там все есть и но я не назвал его там сильно тяжеловесным приволен использовать то что тебе нужно и не использовать абсолютно другое это у тебя не накладывать каких-то ограничений как мне кажется понятно что более легкие универсальные полосы они могут быть приоритетами но мне кажется все-таки это более нишевые и мне кажется что вот именно жизненный цикл полота софта или языка программирования в целом он зависит конечно от того насколько актуальна предметная область которым используют если завтра исчезнут развлечения и электронные то и юнити зачем будет нужен ну там например ядерная война если речь идет о том что компания поддерживает постоянно актуализирует свою свой софт и при этом так тут спрашивали еще прислали донат и спрашивали про плохие паттерны программирования сейчас я точно зачитаю дмитрий расскажи про поганые паттерны программирования как зрозумите что код поганый я бы тоже хотел знать этот вопрос конечно нет ну да паттерны программирования я бы сказал так что ну что такое паттерна да это не некоторый накопленный опыт для решения определенных проблем готовые конструкции готовые какие-то шаблоны для ее решения и мне кажется не бывает особо плохих паттернов важно правильно их применять готовое решение какой-то небольшой там проблем или больших ну не проблема как что-то сделать тебе инструкция да и важно определить где это нужно использовать где это не нужно использовать использовать к месту если паттерны ну такое знаешь есть типа модно стало с какого-то момента использовать паттерны все-таки мы сейчас будем использовать паттерны везде где только можно вот просто ради паттерна потому что софта документ солидным кажется очень сильно просто написать какую-то строчку это не так круто как круто через десять паттернов вот но штука конечно это же ну не просто так появилась мы все так или иначе работаем с какими-то паттернами это может быть архитектурный большой паттерн типа mvc это может быть мелкие паттерны порождающий изначально насколько я могу ошибаться данные изначально это все потом это выросло из дипломной работы эрик агабы кажется вот генгу фото так называемом банда четырех да они там собрали с примерами на смутолке по моему и русах вот этот набор этих принципов этих подходов и шаблонов и есть как бы пантеон там социально приемлемых паттернов да а есть те которые типа не очень сервис локатор это считается не очень паттер мультитон это тоже не очень паттер но это если говорить конкретный паттер на самом деле все очень относительно но об этом очень много всяких статей написано можно читать у всех просто на это свои мнения я считаю что ну как паттерн это просто шаблон того что произойдет он не может быть плохим или хорошим может подходить или не подходить ну ты еще по тенденциям вернемся от большой плюс я так понял для unity и он так наверно серьезно подрос за счет этого что у нас очень сильно вырос рынок мобильных игр то есть люди больше играют сейчас в играх на мобилках то есть соответственно там там сейчас больше денег чем на пк больше чем на консолях значительно соответственно unity топ для мобильной разработки и там это сейчас получается вообще топ движок среди других движков а как вот он допустим работы с тем же свечом как вот сейчас свечи свечи самая популярная консоль получается да он обогнал уже там и плойку и xbox то есть все это огромное количество продаж насколько он unity хорош для разработки под свеч я наверно не очень компетентный в этой области ни разу в жизни не собрал ничего под свечи не разрабатывал под свечи честно говоря под консоли целом тоже в основном пока и мобильные платформы вот но его же пишут на свече игры есть насколько я знаю поэтому что касается именно вот подводных камней плюсов и минусов конкретно для этой платформы не знаю вот но то что можно делать это уже круто там все остальные вопросы там можно решить ну и в целом по 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 индустрии как ты замечаешь ну допустим мы еще там уточняющий вопрос был когда мы говорили про тенденции по украинскому геймдеву как ты видишь куда все движется там идет большой рост там каждый год грубо рядом в два раза больше ты видишь спроса там больше компании появляются какие-то нюансы может замечаешь именно вот ближе к твоей сфере то что касается программиста unity программисты ну конечно я не делал не ресурчил на эту тему специально да и интересовался на уровне как я как ты замечаешь знаешь что что появляется больше специалистов ты видишь больше компаний или большим компаний больше рынок он не с момента я не знаю тринадцатого года тринадцатого года я вижу как рынок растет безусловно именно что касается вот а все больше компании и все больше вакансий больше людей нужно и кадровый голод постоянно на самом деле казалось бы это уже достаточно популярная штука у нас много специалистов и хороших и не очень но все новые и новые вакансии появляются команды все растут и растут и проект ну потому что да становится больше проектов не только у нас на западном рынке западный рынок любит аутсорсить у нас то есть нанимать кадры здесь через или делегировать компаниям каким-то международным украинским разработку поэтому я вижу тенденцию это очевидно на самом деле и ну да это все другое дело что другое дело что сама сама жанровая направленность этих проектов она не всегда это круто что у нас больше спроса как будто что нужно больше специалистов и рынок растет но именно в плане жанровом сегодня так круто да то есть в основном это все таки какие-то мобильные казуальные гипер казуальные игры или какие-то достаточно простые по механикам я не говорю что просто и технически простые по механикам понятно игры типа слотов вот казино и так далее но к сожалению это эти игры как по мне не несут сильно большой такой ценности именно с точки зрения искусства хотя там конечно они разные бывают очень сильно но вот эта тенденция немножко она печально как по мне не разнообразие проекта жанровая но это наверное опять же экономическая ситуация что люди люди не хотят рисковать то есть если ты это это просто работает да просто вот найдены секрет успеха есть прям четкий пайплан ты сейчас делаешь это это вот так это все в продакшен вот так это все делаем если ты все сделал по плану то скорее всего будет очень неплохо вот да то есть экономически конечно это выгодно потому что аруа или как это называется в общем соотношение конечно ты потратил на то сколько ты это бьешь она совсем не такое как если ты делал ааа пусть это даже будет всемирно известный ты его потом выпустил но вы потратили на него работали не сильно больше условно если вы конечно там не rockstar поэтому эта тенденция немножко грустная но это как бы такое это уже мировоззреческая большая штука если говорить чистого технических вещах его рынке востребованности весьма хорошо а вот после коронавируса коронакризиса начались локдауны конечно были опасения как будет вести себя индустрия развлечений понятно что догадывались что наверно будет они более востребованы но с точки зрения именно разработки понадобится ли больше специалистов или наоборот мы будем приостанавливать именно разработку но нет только сильнее переход на удаленную работу не сильно повлиял на востребованность наоборот больше нужно вот именно дэвов разработчиков по моему больше да ты прямо создал еще один вопрос и ответил на него как раз по поводу этого и забыл спросить а вот смотри еще тема коронакризиса как мы не обсудили такой момент допустим если ты там геймдизайнер или продюсер если тебя допустим не не чисто денежный вопрос интересует экономический тем not для тебя может важно быть вот какую-то игру делаешь там слоты или там какой-то там очередной это а вот для программиста который в принципе то его задача это решать логические задачи да и вот имеет для него особую разницу там делает он слоты или какой-то там крайне сложный проект то есть как это влияет на твое отношение к профессии проекту я думаю разных программистов по-разному для меня туда ты конечно там внутри программирования всегда программировать конечно бывают специфические задачи если жанровая направленность такая упор какую-то там сторону графики в сторону аудио всякое может быть но для меня важно ну то есть конечно ты больше мотивирован если тебе нравится занимаешься если ты сам получаешь удовольствие от этого проекта не только от разработки я имею ввиду и от конечного продукта круто если этот продукт пользуется популярностью и есть какая-то саппорт фанбаза там допустим да масса довольных игроков которые от которых идет фидбэк ты видишь кто-то играет это конечно круто меня это больше мне нравится я стараюсь так вот сочетать как-то это да то есть не заниматься тем что мне не нравится с опытом я стал относиться к этому гораздо спокойнее как просто профессии да то есть тебе может даже быть совсем не интересен по жанровости по сути тот проект да ну твоя работа программист твоя работа сидеть программировать и это нормально тебя никто не заставляет что тебе это нравилось от тебя не требуется тебя требуется качественно делать свою работу их стабильный но круто если куда есть а вот еще такая современная тенденция что раньше в принципе как раньше это все относительно понятия раньше но я думаю мы стали больше обращать внимание на такой social impact то есть насколько наше действие влияет на общество меняет его там хорошую или плохую сторону как-то тоже затронула эту тему в начале стрима то есть насколько вот это влияет на программиста в том числе там меняет ли его игра к лучшему там игрока общества или наоборот она там может делать его адективным там зависимым и ты понимаешь это зарабатываешь деньги но это может привести к чему-то плохому для человека да вот вот эти моменты насколько влияют на меня бы наверно влияло я не работал к счастью над такими проектами которые я бы видел что они несут какой-то негатив ну за исключением наверно небольшого времени работы над как раз там игрушками типа гемблинга слотов до чего они нужны мне не очень нравится не это не очень игра то есть это такое какое-то паразитирование на виральных механиках где-то в глубине мозга игроков которые вот прям дизайнеры хитрые поймали нашли теперь это центр удовольствия знаешь стимулировать тебе нужен один электрод сюда одна кнопка и ты на всю жизнь будешь счастлив мы сделаем вас счастливыми как советском фильме если кто не смотрел москва кассиопе саня посмотреть вот и собственно наверное это бы влияло на меня но я к счастью работаю на какими-то такими достаточно безобидными проектами которые мне не кажется что сделать уже разве что заберут у вас время но подарят удовольствие мне кажется время потраченное с удовольствием потраченным не считается вот как-то я работал над проектом который ну вот это был не очень игровой проект он был деметицирован это был проект с VR это был там совершенно большой на очень крупную компанию и вот это сама суть проекта да он такой немножко смотрел в будущее даже слишком мне как мне казалось это очень мотивировало и заставляло наверное подуматься о важности технологий да о том что может быть но у тебя есть примеры там какие-то не игровые как фейсбук изменил мир да как изменил мир там твиттер инстаграм как это меняет взаимодействие людей в целом да и вот как-то я работал над проектом который задумка которого была тоже немножко повлияет на эти отношения но я как сказать я относился к этому не с опаской потому что ты дашь людям некоторый инструмент ваша компания ты разработаешь в том числе да некоторый инструмент как его использовать это решит общество как мне кажется да просто так получается что как правило используется как-то не очень как-то всегда деструктивные цели даже в хороших вещах ну да ну а это это у дизайне вещей в целом всегда можно все использовать автомат автомат сам по себе не хороший неплохой как ты его будешь использовать а вот еще такой вдогонку ну это уже последний вопрос про такие игры с социальной направленностью то есть вообще как ты видишь роль игровой индустрии в том чтобы она как бы меняла общество ну чтобы игры имели не только развлекательную функцию еще какую-то помимо образовательную социальную функцию вот как ты наблюдаешь часто ли ты видишь такие проекты как они получаются не получаются там становится ли финансы успешными или нет и в целом какое твое отношение но эти проекты наверно они более нишевые я так не сильно за ними наблюдаю мое мнение на сейчас пусть никто не обижается я скажу ну аматор человек в этой области мало что знающий если именно делается какая-то игра которая там ее голоса ее цели а это какие-то там воздействует на какую-то социальную сферу или на обучение то как правило это может удастся но игра так себе ну скучно играть если игра делается с целью не играть а с целью менять какие-то там отношения в обществе взгляды то это ну это же не игра вы делаете не совсем то то же время проект сделанный как развлечение может мне кажется может влиять в том числе на образованность например там какая-нибудь игра стратегия типа total war может в очень интерактивной очень интересной форме рассказать человеку о том что было на грымальской битве кто там воевал вообще кто такие дефтонский орден и так далее это будет понятно что это будет не ликбез исторический но это будет уже расширение кругозора достаточно хорошая или мне кажется играм assassin's creed нужно дать вообще юбисофту нужно дать награду за вовлечение в изучение истории пусть и в таком виде пусть и неглубоко но тем не менее да с ожившей историей то есть вот assassin's creed не позиционируется как какой-то социальный проект но мне кажется что это имела немаленький импакт во всяком случае 2011 все узнали кто такой салах один и что там было вообще с лично это еще и момент когда у них собор парижской богоматери крыша сгорела то есть оказалось что они смоделировали его полностью то есть и теперь он виртуальной среде существуют да то есть я вот не знаю чем то что они предлагали наработки для того чтобы остановили я знаю я вот не знаю право правительство франции действительно ли использовала их при реконструкции но то что там детализация это круто поэтому если мне кажется игра делается хорошая качественная для фана прежде всего для развлечения для интерактивного развлечения но при этом в ней есть социальные или образовательные элементы это даже не образовательные элементы понимаешь мне кажется но просто для того чтобы сделать интересно это как интересная книга да если это какая-то хорошая интересная книга прочитает и читаешь ее ради сюжета ради истории но ты все равно подчеркнешь оттуда массу всяких вещей каких-то новых которые возможно ты не знал потому что нельзя рассказать интересную историю не обрисовав вот весь все что происходит и все что ее окружает как правило да ты подчеркнешь какие-то новые знания также может быть с фильмами и с любым другим искусством живописью и так далее мне кажется в играх точно так же то есть цель это все равно играть это все равно получать удовольствие но ты можешь все равно много того узнать начиная от танковой брони какой-то там активной пассивной вот этих вещей да которые такие заканчивая до тем что такое первого победа потому что ты играл кто-то а если проект мы сейчас будем учить и смотрите это интересно вот вам классная игра для детей тут она сложит 3 плюс 5 что будет в ответе найти там квадратик мне кажется это может детям интересно но ценность это не совсем тот способ можно заинтересовать хорошо ну тогда принципе запланированные вопросы закончились и в чате тоже поэтому я предлагаю к последнему это такой классический для моих стримов вопрос пожеланий это твои пожелания будущем unity разработчиком сишат программистом знаешь там не делайте моих ошибок или учитесь 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 что-то от себя скажи то есть такой завершающие делать ошибки не делает ошибок ничего вообще не делает ошибки неизбежно главное на них учиться главное исправлять будущем не повторять программистом вообще люди разработчикам людям которые хотят пойти в эту индустрии вообще программирование целом игр в частности прежде всего терпение это очень это непростая профессия даже несмотря на то что казалось бы вы сидите весь день за столом под кондиционером попиваете кофе или смузи что у вас там в офисе стоит и бесплатно раздается на самом деле это тяжелая достаточно профессия иногда она очень нервная иногда она часто люди выбирают бывает иногда надо брать отпуски поэтому прежде всего терпения и не останавливаться если вы наделали ошибок все равно идти дальше даже если кажется что у вас не получается нормальный процесс нормально ничего долго не получается все ломается ничего не компилируется все плохо работает все плохо все равно надо продолжать вот это мне кажется если так формулировать и мне кажется это основная когда у тебя она уже казалось бы все тут ничего не будет работать уже два ночи уже глаза красные все максимумы надо пойти поспать а потом на завтра снова и и не да и не не стесняться спрашивать других то есть масса специалистов ваших коллег возможно будущих которые готовы расшаривать знания с вами готовы делиться знаниями с вами не стесняться спрашивать не бояться показать себя невежественно это часто встречаются у программистов когда ты пытаешься сделать что вот знаешь это и это и это самом деле не знаешь может кто-то там похихикает тебя но это видимо невежественно вот важно прежде всего себе давать отчет о том что ты не знаешь не бояться спрашивать и не бояться вот что могу пожелать собственно хорошо спасибо тебе большое спасибо всем зрителям слушателям тем кто задавал вопросы огромное спасибо спасибо что позвал я спасибо тебе тоже что ты пришел хорошо ну всем пока